вам да так слышно ли меня вижу началось начался рекордом запись с вами ждать будет тему 1 бороться с морщинами как бороться с морщинами прыщами и другими проблемами лица если у вас уже начали образовываться первые мимические морщинки это обычно происходит где-то порядка в 16 лет у некоторых девушек парней которые очень любят улыбаться в 32 зуба вот здесь вот при улыбке появляется такая гармошка очень неприятно и собственно говоря с годами она прогрессирует потому что потеря коллагена это принципе после 25 лет на один процент если вы не пьете ничего отдельно большинство людей очень сильно заблуждаются они говорят так зачем мне что-то пить мне ничего не надо я все получаю из еды у нас умный организм он все синтезирует из еды для того чтобы ваш организм что-то синтезировал изнутри у вас не должно быть в принципе такого количества микробиоты тогда да ваш организм может что-то синтезировать и второе условие если почвы богатые если же у вас скажем так довольно много паразитарных признаков то есть аллергии в синдром хронической усталости перепады настроения и так далее и тому подобное ни о каком скажем так никакой чистоте тела говорить мы не сможем с вами не так поэтому в начале нужно пройти несколько очистительных скажем так мероприятий вот поэтому я лично посоветовала бы абсолютно всем начать принимать бады отдельно принимать коллаген есть еще очень классный рецепт коллагена я хочу вам его дать которые можете использовать наружно на лицо и его также нужно пить я надеюсь вы подготовились хорошо и взяли ручки и блокнотики сейчас я вам дам рецепт очень хороший который вам поможет в дальнейшем это самый мощный самый хороший сильный растительный коллаген который только существует в природе для этого вам нужно купить обычную пачку льна лен это такие семена они продаются в любом магазине и берете стакан засыпаете туда ну вот где-то в ладошку набираете сколько сможете засыпаете в стакан заливаете половинку водой половину стакана и перемешивайте ждете три-четыре часа и вы заметите что семена отдали то что у них было внутри у вас получится такая вязкая классная жидкость берете процеживаете переливаете в баночку и просто ставите в холодильник дальше вы просто при умывании наносите на лицо тонким слоем но не делайте слишком много слоев иначе придется потом умываться вы не сможете нанести тоналку на будет немного скатываться но если взять маленький слой или перед слов можно несколько слоев и у вас очень хорошо будет восстанавливаться кожа этот коллаген можно пить внутрь но есть одно очень важное условие вы должны не иметь паразитарных пленок внутри что такое паразитарные пленки это такие паразитарные нагромождения которые выстилаются по поверхности наших внутренних органов таким образом когда вы выпиваете питательные вещества эти пленки что затрудняют впитываемость элементов скажем так в нашем кишечнике просто поглощают все сами а нам с вами ничего не достается поэтому паразитарные пленки надо снимать конечно это длительный марафон это длительная работа но есть способ который может помочь вам быстро снять пленку и просто посмотреть результат но конечно она потом очень быстро нарастет очень быстро появится поэтому это но это процесс такой знаете всю жизнь нужно это делать потому что мы каждый день едим мы каждый день чистим зубы мы каждый день заправляем постельную почему-то чистим организм и не каждый день да вот например недавно я смотрела роли ксении собчак про чистку кишечника а кишечник напрямую зависит скажем так влияет на лицо и на волосы и там говорили люди такие вот системные ученые что три дня подряд призму ставить нельзя это очень опасно вредно там какие-то проблемы начнутся это все неправда перед вами сидит человек который делает клизму на протяжении восьми месяцев каждый день по 8 штук да вот не пугайтесь не падайте в омрек когда мне нет возможности это сделать мне ничего не сбивается мне никакие рефлексы не пропали у меня все работает прекрасно поэтому это все неправда хорошо давайте перейдем к этому способу вам нужно 50 грамм касторового масла и 150 грамм лимонного сока вы это все взбиваете наливайте в баночку с узким горлышком и нет не нюхая запах выпивать натощак ничего не есть в течение трех часов можно чуть-чуть попить но только через час и только проглотков через три часа у вас начнется чистка организма вас причистится кишечник и все и вы будете в полном детоксе это самая лучшая юридическая чистка макс и первая чистка это вот это если есть лишний вес какие-то шлаки все выйдет вы поразитесь взвесьтесь обязательно взвесьтесь перед этим вы просто обалдеете потому что три четыре килограмма у вас уйдет если ваш первое чисто вот таким образом вы сняли эти пленочки и после этого вы можете неделю спокойно пить все элементы вещества пока они нарастут плюс-минус пройдет неделя и вы увидите как у вас реагирует тело многие люди говорят на меня не действуют бады вот я пью витамины бады я делаю все что нужно я не получаю никакого результата и возникает вопрос а что же такое бады плохие или что нет это паразитарные пленки которые нарастают вашем организме и они подпитываются этим они забирают они перехватывают воруют у вас питательные элементы поэтому как только у вас начинается такое что вы чувствуете ничего не работает да вы пьете как в черную дру все выходит все значит пора делать чистку хотя бы такую хотя бы такую я уверяю вас вам очень это понравится таким образом у вас скажем так будут лучше усваиваться полезные вещества и вы будете восстанавливать свою кожу недавно у меня был интенсив жажда тела и там я рассказывала про клеточное питание клеточное питание это вообще песня я на нем продержалась неделю и могу сказать что у меня вот как раз перед этим вообще не действовали никакие бады я выпивала притрены и такое чувство что я ничего выпивала и меня это очень раздражало так вот на третий день на мягко начало действовать потому что у меня чистился организм я ничего не ела но я продолжала делать клизмы а продолжала очищаться и слабительная и у меня полностью почистился организм какой-то момент я почувствовала что я полностью тонкий кишечник дорогие мои тонкий кишечник 12 метров 12 метров мы когда делаем чистку только из только снизу мы можем прочистить максимум 1 2 метра как нам прочистить скажите мне 12 метров они там закупоривают все и невозможно скажем так в общем я не буду вас сгрузить этими паразитарными темами для этого у нас есть специальная группа которая мы создали с анастасией . в инстаграм можете там как бы задать все эти вопросы все-таки у нас тема красоты лица но все-таки я вам хочу сказать что без чистого кишечника все-таки иметь вот хороший тургал кожи да чтобы когда вы улыбаетесь у вас вот этой сеточки не было и ничего не было ужасного а было все такое упругое должен быть чистый кишечник без этого никак так что касается морщин что касается морщин то я хочу вам привести просто пример помните кожаную одежду если ее положить как-то в шкаф сомнешь да то остаются этой коже морщины также и у нас на коже остаются морщины если вы постоянно вы постоянно смеетесь как ты корчитесь мне кстати часто говорят что у меня вот смотрите вообще сейчас мои хейтеры заскрыли это их любимая тема они выставляют потом фото до и после смотрите какая на самом деле да утешайте себя дальше дорогие мои таким образом я доказываю у меня нет никакого ботокса я контролирую свои эмоции свою мимику я просто-напросто вообще никак не использую особо мимику ну только чуть-чуть бровями двигаю и когда я улыбаюсь вы знаете какая самая правильная улыбка чтобы все-таки не появились эти морщины у вас смотрите мне кстати этот метод дал херу значит нужно сделать следующее вы когда улыбаетесь обычно что делать что ли когда улыбается автоматически прищуривает глаза да и у него появляются вот эти морщины а вам надо сделать наоборот вы улыбаетесь и расширяйте глаза вот так таким образом у вас скажем так напрягаются глазные мышцы и вот эта мышца предательской не включается которая ответственна за густиной лапки как мы их знаем я знаю множество людей девушек которым 18 лет 20-23 у них такие морщины что я смотрю и мне жалко и понимаете я смотрю на их кожу и понимаю что у меня кожа намного лучше потому что они видимо не задумываются над этим но стоит об этом задумываться самых ранних лет как все-таки избавиться от морщин если они уже у вас появились и сейчас я взяла несколько средств про хочу вам показать я правда на себе не смогу прям так хорошо показать потому что все-таки легкий макияж у меня уже есть я высоту подойдет здесь любое масло я вот использую бустер это из моей линии косметики натуральной шибудэ я вот беру просто бутер точечно наношу несколько точечек по лицу размазываю ну просто смачиваю его чтобы грубо говоря хорошо скользил либо пальцы скользили либо хорошо скользил массажер вот этот хороший очень такой массажер гуаша я его использую и для фигуры я завтра вам покажу как я это делаю буду буду наверное спортивной одежды чтобы хорошо показать массаж я уже такой оплошности не совершу больше так не оденусь вот значит смотрите то вам нужно это вот вы нанесли масло до подготовили лицо я рекомендую поначалу взять вот просто и вот так вот ногтями просто возьмите ногти и вот так вот побейте по голове вот так немножко кстати говоря это же касается и волос и вот так вот до красна побейте даже вот над глазами на нос на носу везде понимаете не надо ничего делять свое лицо обделять не надо и вот так это разгоните кожу разгоните кровь точнее вот вы это сделали и затем вы берете массажер и ищите просто удобный угол это может быть каменный массажер это может быть граны массажер не важно он должен быть плоским и он должен иметь разные такие вот края кстати очень часто особенно на тиктоке как я отношусь к таким массажером используя их или нет я использую постоянно я без этих массажеров жить не могу эти массажеры очень удобные для массажа всего лица смотрите допустим у вас межбровка и здесь есть морщина вам необходимо вначале руками и проработать вот так захватить кожу и начать ее вот так вот прорабатывать аккуратненько ногтями аккуратненько вот так проработали немножечко вот так хотя бы пять минут кожа раскраснелась затем возьмите хорошенечко массажером и начните вращать вначале по в одну сторону часовую потом в другую то есть вы должны грубо говоря а поработать с откреплением вашей кожи от черепа из-за чего у нас очень часто возникают различные зажимы лицо вообще начинают скажем так выглядеть ассиметрично а все потому что нам сопутствует огромный стресс всем людям сейчас сопутствует огромный стресс наши мышцы спазмируются и возникают которые такие перегородки в мышцах как же они называются пасты по моему это паразитарные перегородки они связаны с определенными грибами хотя в официальной науке считается что то что то такое абсолютно нормальное и фасции не имеют паразитарной природы у меня другое мнение вот чтобы избавиться от фасции вам нужно сделать так возьмите захватите щеку и начните вот так вести до верха и вы почувствуете где кожа хорошо оттягивается а где вот прям она приросла скажем так кости вы должны я сейчас просто так сильно не захватываю потому что у меня все таки макияж румяна а вам надо прям сильно вот так понимаете прямо очень сильно захватывать кожу вот я на руке покажу вот прямо вот так вести понимаете вот как бы перекатываясь задним пальцем по поверхности кости и вы должны четко понять где зажима вот у меня обычно всегда почему-то вот тут зажимы или вот здесь когда снимаешь зажимы микроциркуляция крови улучшает и затем вы берете скажем так этот массажер и смотрит чтобы вы хотели еще скорректировать например глаза тоже можно немножечко побить потом руками вот так вот размять нанести больше масла я рекомендую использовать касторку я вот взяла специально чтобы вам показать это касторовое масло оно по своей структуре должно быть густое я вот недавно покупала несколько банок и мне дали пару банок с жидким касторовое масло не бывает жидким поэтому при паку смотрите чтобы оно было натуральное во-первых без добавок и густое смотрите насколько оно густое потому что если масло жидко это не касторка так вот касторка она очень хорошо борется с морщинами я хочу сказать что касторка была раньше один из ингредиентов для приготовления амброзии в атлантиде там были и другие методы именно поэтому касторка идет внутрь то что я вам говорила с самого начала поэтому я очень рекомендую вам наносить касторку на всю вот эту область захватывая даже бровь и вот до сюда вести и наносить так вот размазывать одна капля на один глаз две капли вы размассажировали дальше вы наносите по капельке на те места которые собственно вас беспокоят это межбровка может быть это могут быть носогубки кстати у меня носогубок вообще нет я думаю если вы видели мои фотки прошлые да вот прошлых лет вы сто процентов видели у меня носогубку я потому что она у меня раньше была у меня носогубка да и очень сильно очень ярко выражена я стеснялась я вот так вот делала лесенку вот так вот волосы знаете чтобы чуть-чуть открывать у меня была порезенная прическа лесенка потому что я стеснялась своей носогубки причем она у меня появилась еще 18 лет но как видите все исправимо вы сейчас видите я сижу без фильтров практически без макияжа здесь вот только ресницы вот немножко подводка и все как бы ну ты наука очень тонкий слой видно да состояние моей кожи от этого можно избавиться здесь какие бы хейтеры не говорили что я там под фильтрами что я давно уже постарела это все фигня я выхожу в эфиры периодически меня можно увидеть а вот этот черный пиар но он так и останется черным пиаром как видите у меня лицо сейчас гораздо лучше чем мои 18 лет это факт с этим спорит бесполезно тот кто с этим спорит но он просто завидует просто завидует у него нет такого лица вот поэтому не обращайте внимание если вы видите что вы выглядите хорошо а кто-то вас пытается настроить на то что у вас что-то не так не обращайте внимание знаете очень много зависливых людей поэтому чтобы проработать носогубку мы также разрабатываем массажером и вот так чуть-чуть оттягиваем кого прищипываем ищет вам прищипываем когда почувствовали что при прилив крови произошел берем касторку капельку и вот так вот раз массажиром то есть вы касторку сверху наносите на каждую зону которая вы размассажировали это очень удобно далее у нас идет шея шея это самая деликатная зона из всего нашего тела потому что на шее самые маленькие пор это мало сальных желез там очень мало жира я бы даже не знаю на шее очень мало жира я переживаю я не знаю где мне бы вообще достать потому что он у хочется больше жира на шее потому что очень некрасиво когда и сейчас секунду и но очень когда ты говоришь и здесь должны появиться два таких тяжа со временем они у людей с возрастом от отрицают и когда люди говорят них узнать его такая такие продольные морщины на шее появляются вот это есть вот эти стартные тяжи это они в зачаточном виде так вот есть даже у детей у худеньких все равно видны тяжи но это не какие-то тяжи отвисшие а это именно светотени от этой мышцы потому что мало жира и это мышца проглядывает у меня при некоторых освещениях тоже проглядывает потому что мало жира поэтому будьте очень аккуратны с похудениями я всегда говорю меняйте свой рацион питание не надо голодовок не надо похудеть если у вас нет особо лишнего жира будьте очень аккуратны потому что если похудеет лицо вернуть потом вот эти объемы бывают крайне тяжело бывает невозможно для многих людей и что они делают они идут в салон и закачивают себе имплантанты сколько людей пострадало уже от имплантантов ради с и и же с ними что происходит с лицами они становятся одутловатыми они становятся некрасивыми имплантанты потом мигрируют короче говоря и никому это не советую поэтому будьте очень аккуратно с похудением лучше по маленьким шажкам но гарантированно постепенно сбрасывать вес проблемных мест я завтра об этом расскажу как даже не худея при помощи определенных упражнений вы сможете избавиться от выпирающего живота от ушей на ногах от масел на талии от различных жировых отложений если знаете бывает такое что у человека красивая фигура но есть проблемные места и что человек думать и сейчас похудею эти места уйдут нет они не уйдут есть конечно шанс что не эфир немного зависал но вот сейчас он начал работать нормально поэтому я считаю что вы должны завтра обязательно идти на эфир по фигуре и я вам расскажу полностью как работать с массажерами как избавляться от проблемных мест при этом не худея и чтобы ваше лицо оставалось красивым потому что все таки наше лицо это наше лицо и этим все сказано значит смотрите что мы делаем с шеей на шею нужно обильно наносить касторовое масло именно обильно то есть вы выливаете как пол чайной ложки и вот вот так вот такими движениями очень хорошо размазывайте по шею затем вы заходите на эти зоны валерия вы залагали в валерия ничего не видим вижу я говорила о том что нужно немножечко дальше протягивать вот это масло затем его нанесли очень дорогая валерия вас не слышно матрица решила помешать эфиру матрица опять матрицы свои козни строит валерия вас не слышно валерия вышла да мы уже поняли что же делать картинка еще интересно меня слышно валерия у вас звук теперь у вас звук нет микрофон валерия так сори у меня случилась накладка вырубился к сожалению интернет ну так оно обычно бывает неудивительно поэтому я вышла с вай фая значит смотрите мы остановились на шее да вот вы нанесли касторку вот здесь протянули вот на зону декольте обязательно потому что это кожа тоже очень быстро стареет я думаю вы видели женщин которые ходят в лифчике и у них вот такая отвисающая кожа сухая в общем это явно не для вас это некрасиво это даже стыдно в наше время иметь такую кожу с нашими с нашим-то обилием знаний дорогие поэтому стареть сейчас стыдно сейчас пропагандируется такая философия что стареть надо красиво не надо ничего делать и конечно не против нет а точнее у меня фанатка пластики мая не фанатка старения я воспринимаю стрелька стрельни как болезнь вот поэтому для того чтобы вы не столкнулись это ужаса вот досюда наносим ковторого масла конечно не переливаем размассажируем как просто тонкий слой крема затем вы массажируете шею вы наносите на заднюю поверхность шеи тоже масло конечно вы волосы собираете и начинаете массажировать вот так вот здесь очень хорошо прорабатывает эти мышцы которые крепятся к затылку когда вы почувствовали что вы проработали находите впадину на затылке прорабатывать ее . денег вот вы хорошо здесь прорабатываете и затем вам необходимо начать прорабатывать вот эту мышц вот она вот мы тут и вы прорабатывать и вот эту мышцы очень хорошо до этого подойдет массажер берете массажер и вот так вот прям как будто перетирается пока вы не почувствуете что болевые ощущения проходят потому что с некоторых сторон у нас есть зажимы и болевые ощущения вы перетираете массажером эту мышцу по 5 минут в каждую сторону можно и по три минуты вот затем вам нужно этим массажером пройтись вот так то есть по вот этим мышцам плотизмы которые ответственны нижний овал лица вам нужно вот так вот проходить я еще люблю просто костяшками вот так водить до красноты чтобы аж линии оставались эта мышца приходит в тонус и затем она скажем так за счет притока крови стимулирует выработку коллагена вашей кожи и и вы ощущаете такое приятное тепло приятный жар после того как вы это сделаете надо было кстати вам сказать чтобы вы подготовились мы бы с вами вместе сделали массаж что ничего завтра подготовьте какие-то тренажеры которые у вас есть будем вместе делать массаж тела почему бы и нет я думаю будет классно будет интересно мы на прошлых марафонах так делали с нашими кураторами но в этот раз я одна итак мы проработали с вами скажем так лицо шею плотизму что же нам нужно еще сделать с головой конечно же нужно апоневроз размассажировать апоневроз это вот такая приросшая кожа к черепу если у вас будет приросшая кожа к черепу у вас будут выпадать волосы у вас будут проблемы различные с волосами не будут плохо расти не будут отрастать в длину а иными словами вы должны запустить вот попробуйте сейчас запустите волосы руки и попробуйте вот так вот поделать хорошо ли голова отходит хорошо ли устрите как у меня у меня очень хорошо потому что я постоянно это делаю то есть вы должны четко понять можно даже захватить немного позже обратись посмотреть она вообще отходит над головы или нет если она не отходит от головы у вас все очень плохо может пока что нет никаких последствий но у вас все очень плохо вам нужно чтобы ваша кожа по максимуму отходила от головы но есть хорошая новость если вы будете каждый день хотя бы по пару минут вот делать вот это упражнение чтобы кожа отходила от головы а со временем она отойдет со временем она отойдет и вы будете чувствовать что у вас вот эти зажимы уже сходят и ваша кожи головы она станет гораздо лучше обогащать питательными элементами волосы потому что этот массаж также соответствует разгонке вашей крови иными словами вот эти все методы мы выполняем и когда мы их выполняем мы чувствуем что у нас идет тонизация лица и конечно в этот момент не надо оставлять кожи вот так пока она разгоряченная пока вы чувствуете этот жар на волосы я советую доносить по капле эфирного масла выкапаете на пальчики чуть-чуть одну капельку и разносите по голове эти масла летучие они разнесутся быстро жира они не дают эфирное масло но как вода она жира не дает единственное будьте аккуратны с глазами руки потом моем потому что если вы забудете да потом вы так вот почешите глаз будет больно неприятно но в принципе терпимо и конечно же паразит глазные если у кого плохое зрение это мушки перед глазами летают еще что-то это определенные глазные паразиты и конечно если даже попадет в глаза и вам будет больно вы будете знать что паразит издохнет плюс тоже как бы есть из этого так что еще я вам хотела показать вот если у вас все-таки уже появились мимические морщины вот у меня есть такое средство это средство называть корона вот такой гель можно его наносить в течение месяца все морщины уйдут но нельзя рассчитывать только на это средство опять же таки используйте массаж сделали массаж разогрели кожу пощипыванием аккуратненьким и потом нанесли этот крем а когда он впитался обязательно наносим сверху слой косторки если вы сделаете только что-то одно только касторку ну да будет эффект но не такой только массаж но будет эффект но все равно не такой только этот крем тоже тоже не туда или что-то одно из из этого два скажем так действия но если вы сделаете три действия то будет точно и гарантированно избавиться от нависших век от мешков под глазами от морщин и так далее я использую только свою косметику потому что она натуральная вы можете попробовать другой крем может вам нравится какой-то другой крем но только используйте его вот сначала массаж потом этот крем потом по стопку и результат будет очень хороший дальше я вам хотела посоветовать для чистой кожи очень хорошее средство называется бимонал здесь разная смесь железа так сейчас посмотрим состав если здесь написано это не является медикамент это биологическая активная добавка она хорошо влияет на волосы и кожу как вы знаете наша кожа нуждается в разных скажем так элементов железа потому что в наших в нашей крови много железа понимаете и это очень важно так я не знаю будет ли здесь написано сейчас я посмотрю но если нет я вам скажу так здесь есть несколько видов а вот смотрите хлорид цинка хлорид медиа хлорид марганца хлорид железа и хлорид кобальта но здесь наверное самое полезное все таки цинк и медь потому что именно цинк и медь дает нам эластичность кожи и хорошие волосы поэтому если есть возможность купить себе две-три капли на стакан воды размешивайте выпивайте натощак опять же таки мы возвращаемся это хорошо сработает если у вас будут очищены паразитарные пленки если не очищены не надо запариваться даже вот просто сначала сделайте эту чистку это несложно сделайте ее если понравится приходите к нам с анастасией у нас много всего такого будет происходить но вначале посмотрите какое средство бимунал смотрите вот можете кстати заскринить сейчас я удобно возьму его чтобы вы могли заскринить бимунал очень крутое средство я его если честно в клизму тоже добавляю очень хороший эффект так дальше очень хорошо еще для кожи для волос ормус но это мой ормус его можно у меня заказать можете заказать другой ормус только рекомендую вам из проверенных источников заказывать вот можете тоже заскринить ормус но тут плохо видно на старую упаковочку ормус а кстати говоря на фотке у меня моя фотка черно-белая куда еще была бы гиня и сайс но это из прошлых жизней в общем тема тянется далее что еще я вам хочу посоветовать вот это вообще средство аквариумное но проводили исследование в россии еще во времена к вида и вы не снилось что это очень хорошее средство для уничтожения микробов это обычная аквариумная синька ее нужно вообще маленькую капельку на стакан воды большой чтобы вода была чуть синяя что что так может быть случайно включили микрофон вода должна быть чуть синяя если в этом случае вода становится более темной это нормально в этом случае она не должна быть такой темный валерия вас не слышно опять я не слышно а зависла зарвать нас просто очень много таких энергетичных поэтому матрица сбивается теперь все не слышно меня слышит кто-нибудь у меня было видео да вот не интересно меня кто-то слышит потому что я себя не слышу даже да вас слышно я тоже себя не слышу и видео исчезло ну наверное что-то опять не слышно не слышно я вообще не понимаю что происходит это средство это средство это аквариумная синька официально считается что это просто дезинфекция но проводили во время к вида научные исследования эти исследования есть в интернете то что это средство борется с микробами вот и я использую это средство также для того чтобы пить натощак по одной капли на 200 грамм воды вода должна быть чуть синяя чуть-чуть не слишком синяя то есть корректируйте это и может добавлять также в клизмы если кто-то пользуется но в любом случае если вы куда-то к этому придете то продление молодости лет на 20 вам обеспечено следующее средство которое я бы посоветовала тоже для чистой кожи для детокса это цитросепт цитросепт вот цитросепт можете тоже заскринить цитросепт это средство из косточек грейпфрута его нужно от 10 до 30 капель добавлять в зависимости от того как у вас вообще на цитрус реакция у некоторых на цитрусы аллергия поэтому будьте с этим очень аккуратно вначале по чуть-чуть пейте и постепенно увеличивайте его можно пить три раза в день перед едой очень хорошее средство также очень хорошо локально мазать на лицо если есть прыщи какие-нибудь можно если у вас есть какие-то знаете вот на коже типа экземы грибки и прочее вот эти все средства можно на них наносить вот эти все средства то что я вам показала очень хорошо борется я даже беру по чуть-чуть цитросепт наношу если какие-то морщинки появляются наношу и они очень быстро проходят потому что это антиоксиданты но я вас хочу предупредить если вы пьете антиоксиданты следите чтобы ваших витаминных комплексах не было такой добавки как b12 это очень популярный вопрос про b12 почему я его не употребляю дело в том что научно доказано b12 это просто говно бактерии это грязь по сути да если мы например не моем фрукты едим так мы получаем b12 это грязь с фруктов поэтому b12 знаете ну это я бы сказала такой миф такой же как и пробиотики что нам очень полезно пить кефирчики что это очень круто я с этим хочу поспорить это не круто это прямой дорог к аутоиммунке где ваш собственный иммунитет против ваших же клеток начинает бунтовать от этого происходит и цикотиновый шторм шторм от которого очень многие люди умирают потому что когда у вас перебор микробиоты в организме а по научным исследованиям давно уже известно что у наших днк клеток в нашем теле всего лишь 57 процентов а паразитарных 47 практически 50 на 50 это где вообще видано чтобы в человеке было 50 процентов паразитарных клеток и кто-то еще будет говорить что нужно пить кефирчики считают или люди просто не ведут что они творят далее что я хотела бы вам посоветовать если вы хотите иметь молодость лета вам нужно проводить аутофагию аутофагия это скажем так перерыв от еды на протяжении 16 часов то есть 16 часов вы не едите пищу но можно пить соки можно пить смузи можно пить протеин питьевая диета разрешена даже если вы возьмете например картофельное пюре разбавите его с водой до чтобы она была более жидким и выпьете это можно питьевая диета или же клеточное питание порошковое питание где вы пьете жидкости она не запускает процесс переваривания что происходит в момент клеточного питания вы просто выпиваете внутрь себя уже раздробленные нано клетки которые впитываются напрямую ваш организм поэтому я всегда говорю на своих интенсивах жажда тела что нужно вначале прочистить от пленок организм это снимает касторовое масло и затем когда пленки уже сойдут вы начинаете пить и еще до до того как это попадет в ваш желудок ваши стенки скажем так по которым проходит вот это все уже начнут впитывать то есть уже начнут усваивать клеточное питание это питание конкретно вашего аббатара вашего тела систему в котором живут микроорганизма вот почему чаще всего люди хотят спать после еды потому что микроорганизма набрасываются на еду начинают переваривать и они занижают ваши вибрации они занижают вашу частоту энергия за счет этого у вас падает электрический заряд тела об этом очень хорошо рассказывает владимир пятибрат великий скажем так славянский ученый которого сейчас спецслужбы просто то ли чуть ли не убили я не знаю говорят многие что он умер он просто пропал без вести пропал и он раскрыл этот великий обман великий обман официальной медицины о том что нам не нужно вот у нас в теле и так со скоростью света это микробиота плодится со скоростью света понимать она за три дня наращивать свои обороты поэтому мы должны постоянно чиститься и зачем нам пить вот эти соленья ферментированные продукты вот люди говорят смотрите на азиатов какие они молодые они живут они пьют эти ферментированные продукты ну и что у них генетика лучше чем у нас это да они реально объективно выглядят младше чем они но это не за счет ферментированных продуктов я вам объясню они не так много употребляют фастфуда их основная основное питание если когда-то были в китае в азии это рис и вареные овощи даже не жареные а вареные на пару они тогда долго живут хорошо потому что рис во первых это антипаразитарный продукт грибки его не любят я проводила личные исследования и держала рис на протяжении месяца в холодильнике рис на кокосовом масле это тоже противопаразитарный продукт на кокосовом молоке точнее и он пах еще через месяц абсолютно идентична тому и выглядел абсолютно идентична тому как я его поставила в то время как даже в апельсинах заводится плесень валерия по мехику так дорогие проблема с вай-фаем сейчас я пойду я пытаюсь подключить вай-фай от телефона секундочку матрица матрица мешает видите я начала вот эту тему наверное не надо таких паразитов вот это все стран господню как я это называю сейчас я пытаюсь раздать секунду а подождите у меня будет работать я сейчас пытаюсь телефоны раздать интернет но когда вот знаете переживаешь это не всегда получается сразу сделать вот видите вы видите как система работает мы однажды с анастасией рассказывали тоже одну информацию на нашем эфире в клубе про то что вообще ни в коем случае нельзя делать если вы не хотите стареть и нас одновременно с ней выбило и мы не могли зайти одновременно с ней 10 минут пока не поняли что эту тему нельзя говорить мы рассказывали про самый опасный вид паразитов который даже не регистрирует медицина но при определенных процедурах вы можете достать по паразита своего тела и просто его рассмотреть то есть это реально я не знаю ни одного человека у которых на чистках выходят паразиты и их можно коллекционировать только у нас с анастасией вот почему такой был на нас хейт но мы сейчас как бы действительно перестали заниматься зачем нам это надо ну будем молодые вдвоем ничего страшного как-то переживем другим людям не поможем ничего сделать не можем мы хотели но не смогли вот следующее о чем я хотела вам рассказать это black spider black spider black widow различные притрены а что туда входит доходит как правило что-то энергетическое и что-то подавляющее активность паразитов часто туда входят разные витамины для волос для лица а также различные травы и подавителя вот здесь у меня на основе эфедры я знаю что в многих странах эфедра запрещена но я вам хочу сказать так эфедра это просто как типа кофеин и это даже не так вредно как по мне как кофеин потому что кофеин если он конечно не безводный он закисляет организм о хорошо что я вспомнила я очень не советую вам пить черный чай черный кофе а в общем и вообще чай еще зеленый чай куда не шло если он конечно не ферментированный типа матча знаете матч это хороший антиоксидант но будьте аккуратны с антиоксидантами опять же их нельзя смешивать по 12 почему я так концентрирую на этом внимание дело в том что если у вас каких-то витаминных комплексов есть b12 а как правило b12 большинство витаминных комплексов там чего-то чего-то по чуть-чуть а b12 500 миллиграмм всего там что-то 50 что-то 70 что-то 80 12 сразу же 100 или 500 с чем-то ну в общем b12 это основа любого витаминного комплекса плюс b12 добавляют в растительное молоко это та причина по которым я перестала покупать растительное молоко потому что ты пьешь растительное молоко и сразу себя закисляешь b12 это в принципе готовый субстрат для размножения бактерии и его питания поэтому либо b12 пьем либо антиоксиданты почему объясняю израильские ученые в 2018 году проводили глобальное исследование и выяснили что если человек одновременно употреблять антиоксиданты и b12 у него образуется рак кишечника или рак желудка поэтому я вам очень не рекомендую экспериментировать это не стоит того вообще b12 не советую вот можете себе заскринить black spider но в целом хочу сказать что если у вас есть какие-то проблемы с сердцем пожалуйста аккуратно можете разделить капсулу на две части просто открыть высыпать половину и потом закапсулировать другую капсулу если все равно стало плохо быстренько покушали пол банана помидора яблоко моментальный эффект слетает его надо пить на пищах просто выпили запили двумя-тремя чашками чая и через полчаса уже можно кушать если сразу стало плохо сразу покушали снимается от еды моментально поэтому если вы будете кушать сразу после этого эффекта не будет эффект такой что он дает вам подавление аппетита микробиота успокаивать у вас идет по стимуляции центральная нервная система большего раздела мозга и вы хорошо работаете у меня одно время было такое что я в принципе из-за того что ела в обед не могла нормально работать у меня как бы сила утекала расфокусировка расконцентрация я психанула и сказала спитапси валерия вначале ты работ слушаешь и и так понравилась эта система что она одноразовое питание вначале ела в шесть вечера потом я ела в восемь вечера сейчас валерия ест уже где-то иногда даже в 12 вечера если я конечно не встречаюсь с какими-то людьми не иду в ресторан когда я могу поесть и два и в три и в четыре как правило не хочу я в себя впихиваю но если я нахожусь дома то раньше восьми я очень редко ем я могу выпить протеин опять же таки нужно же поддерживать жировой баланс в теле поэтому я пью самые разные витамины я не употребляю масла в пищу сразу говорю я пью такие витамины как гаминомасляная кислота витамин е витамин а все это в маслах скажем так различные как они называются вот эти вот и зелена и так далее омеги я это все пью потом каензин q10 я пью соевый лецитин я пью это все масло но эти масла она они конкретно для определенных органов созданы а вот эти масла даже холодного отжима обычные масла они хорошо пойдут в чистке тела но просто в еду нет почему по исследованиям берлинской лаборатории выяснились от не очень интересные детали что если вы за один прием пищи смешиваете несколько элементов например жир кислота сахар это прямая прямая дорога к воображению бактерий и их делению если же вы съедаете просто сладкое там нет кислоты и жира нормально если вы съедаете просто жирное там нет кислоты и сахара нормально если вы съедаете просто кислое там нет сахара и жира нормально но если какие-то из два элемента впадают это не нормально но опять же таки вы должны фильтровать всю информацию которую я вам даю почему потому что если вы обычный человек вы просто хотите хорошо выглядеть вас не интересует бессмертие вечной молодость вам это не надо вы этого не понимаете не запаривайтесь ешьте спокойно все что хотите но только если для вас важна внешность красота и вы амбициозно планируете прожить дальше 100 лет и еще и в теле подростка это планирую сделать я то тогда прислушайтесь к моим словам тогда в них есть для вас смысл следующий элемент о котором я хотела вам рассказать это ишхобедирас это тоже связано с кишечником потому что я миллион раз говорила лицо и волосы это прямо с кишечником вот можете зашкрыть за скринуть ишхобедирас это аюрведа это не относится к медикаментам это не медикамент травы различные специи это очень хорошие скажем так бит очищения организма и всех внутренних органов когда вы впервые выпиваете эту таблетку если вы больше 50 весит лучше пить 2 если до 51 вы прямо перед сном выпиваете такую таблетку прямо перед сном и за час до сна не надо перед тем как ляжете спать и с утра вы просто встаете сразу идете в туалет ну максимум в течение часа то есть дело в том что от этого средства иногда подташнивает поэтому если вы выпиваете за два за три часа до сна вы будете мучиться от тошноты а так это то что то пройдет вечером но опять же таки то что возникает не у всех а только у тех у кого сильно зашлухован организм вот это средство я вам очень рекомендую так пришло я еще не рассказала про масло рассказала но не рассказала одну очень интересную деталь хотя говоря больше логхаков будет в моей книге но об этом я расскажу вам в третий день а вот например масло гвоздики у меня есть я использую фирму дотерра вот может скринеть на мой взгляд это лучшая фирма хотя я много хитрофоней больше лет пять и очень довольна и могу сказать и все эфирные масла которые есть на рынке эти масла не просто эффективны они еще и приятное употребление это масло для приема внутрь если вам нужно ладить вот смотрите нам вблизи нет фильтров но просвечивается но мне нет ни одной вены видите говорят что лицо вот шея определяет возраст и руки ну а вы знаете да что я выгляжу гораздо младше своих лет на десятилетие поэтому у меня принципе тело подростка и одной из самых главных успехов до которые я достигла для того чтобы кожа не старела это эфирные масла я сейчас прям покажу как я их употребляю вот одна капля на руку на руку и размазать чисто не я ни с чем их не мешают вы можете конечно сделать тест чтобы не было аллергии ну как это обычно нам советуют просто наносите на руку размассажируйте все никакого жира ничего не и даже так вот по капельке полностью я все тело делал я впервые узнала что в нас живут пробный конгломерат когда впервые я попробовал эфирное масло на тело не разбавлено методом тыка и я так раздухарилась что помазала все свое тело полностью полностью нарисла масло эвкалипта как вдруг кстати можете повторить этот опыт но вначале сделайте тест вдруг у меня помутнело в глазах и я почувствовала что у меня внутри какой-то огромный организм так очень быстро бьет я вначале подумала может это мое сердце может у меня припадок какой-то я взяла пульс меряю сердце нормальное но я слышу как что-то вот так вот бьется очень когда-то у кого-то так короче это ужас я поняла что внутри меня живет какой-то паразит огромных размеров которому стало плохо и он стал припадок с этого момента начали очень серьезно и чистки они очень не любят эфирные масла поэтому я считаю вы должны делать на них упор опять же таки если у вас есть желание именно омоложение экстраординарное то есть такое что если вам будет лет 50 вас будут все за 25 лет принимать вот я имею ввиду такое омоложение тогда вам стоит прислушаться еще хотела рассказ вам про каменное масло это каменное масло мумио именно вот этот вид за скринте она белая это скажем так горные породы это не говно не говно летучих мышей говорят что вы имеете говно летучих мышей я не использую говно летучих мышей хотя здесь еще вопрос говно ли это я так не считаю но конкретно мы используем суспензию здесь просто порошочек выдали доливаете просто обычную воду взбалтывайте и там тоже 30 капель на стакан воды перед сном желательно чтобы еда уже успела перевариться как бы натощак у меня кстати благодаря этому средству первый раз вышла гидра то есть я до этого все скажем свои курсы делала которую сделала много раз я добавила только этот элемент и он появил он явился ключевым моментом вывода основного тела гидра которая вышла в огромном размере она выходила неделю ладно это не паразитарный эфир поэтому не буду но просто очень советую для омоложения средства пить ну и последнее о чем я хотела бы сказать это крем мария как вы знаете я являюсь интернации марии оршич и назвала свою новую косметику именно так вот если вы хотите омолодиться просто так вот по-дружески вам даю совет можете попробовать у меня на сайте шибудэ валерия лукьяна васаматхи что ж дорогие в общем про лицо все что быстро ускорено я вам рассказала теперь жду ваши вопросы вашу обратную связь если хотите включать с видео или говорите голосом я отвечу на все ваши вопросы и напоминаю что завтра у нас теперь по фигуре где мы с вами будет вместе делать массаж подготовьте крем подготовьте кофе будем делать вместе с трав подготовьте масло кофе соду и какое-то эфирное масло и сахар или соль еще напишу списочек которые нужно брать масло и давайте давайте по одному решите кто будет первый задавать вопрос вопрос вот на что делать если на лбу стали появляться мальчины уже складки быть в этом случае да 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 смотрите вы должны по направлению складок например если статки так идут вы должны массаж делать другую сторону если статки так идут вы должны массаж делать вот так то есть прямо вот проходить по пять минут в день с утра можно и вечером тогда быстро пройдет но очень важно еще когда вы размассажировали скажем так эти складки нанесли какой-то крем нанесли масло очень важно следить за мимикой потому что если например вы постоянно хоть вы делаете массаж хоть вы увлажняете кожу но если вы снова смяли кожу даже любую кожаную кухню на ней снова появляются мужчины поэтому вам важно поддерживать свой лоб вот таким попробовать подключить эмоциональный интеллект просто дать себе установку что вы не используете мышцы лба честно говоря многие я знаю многим мужчинам это очень тяжело у меня многие клиенты делают ботекс я сама им это советую я никогда не советую я никогда не советую какие-то имплантанты я против всего этого но ботекс относительно безопасен и это уже проверено на практике что такое ботекс бутлотоксин это сильнейший яд в маленьких количествах он под парализуют мышцы порядка на полгода и чтобы отучиться морщица вы можете один раз поставить себе несколько уколов у вас заморозится лоб на год морщины разгладятся полностью а потом возможно вы отучитесь морщиться и уже не будет такого то есть вам главное не просто размассажировать морщины а перестать морщиться чтобы кожа могла разгладиться поэтому в этом случае если вы не противник ботекса то я бы порекомендовала но опять же таки если вы поймете что вы не способны эти мышцы отключить пунктом ментального контрола если вы поймете что не получается тогда ботокс спокойно ничего не будет у меня гаданные клиент по времени по времени 3 недели легко вы можете заметить что через две недели морщины пройдут но опять же таки при условии что вы не будете нарабатывать новые ведь у нас покрова кожи обновляются постоянно и тогда вопрос откуда же появляется морщин а потому что люди продолжают использовать ту самую мимику морщины образовываются подскажите можно ли сахар заменить мёдом да это гораздо лучше это не это не так опасно но вот вы должны понимать что он такой же калорийный продукт его довольно таки сильно любят грибки я бы порекомендовала заменить сахарозаменителю диабетиков продуктовых отделов диабетиков продаются есть такое мнение что сахарозаменитель еще вреднее чем сахар это неправда это чистое вранье поэтому ну если вы доверяете мне то вы можете попробовать я с 16 нет не 16 я отказался от сахара с 13 лет я в огромных количествах пью сахарозаменителю посмотрите на меня посмотрите на меня поверьте я его если бы он вредил я бы первая об этом говорила вот поэтому поначалу можно заменить на сахар ой на мед но в дальнейшем все таки рекомендую заменить на сахарозаменитель хорошо спасибо а сироп топинамбура он вредный да вообще говорят что вредный да честно говоря вредный ну конечно не такой как сахар опять же таки тоже можно использовать его но в любом случае он вредный просто понимаете я вот часто говорю не можете съесть не можете есть десерты есть бананы ешьте там виноград но это тоже очень вредно просто это не так вредно как десерты но в конечном итоге даже сухофрукты вредны лучше всего скажем так есть свежие фрукты вот и собственно говоря делать периодически чистки организма потому что клетчатка это строительный субстрат для наших внутренних жителей спасибо за ответы а вот я еще хочу один вопрос задать цикорий его тоже можно заменить чаем или он не особо полезный вы знаете цикорий он нормальный вот сколько я про него не читала не гуглила ничего плохого сказать не могу поэтому смело можно заменять кофе цикорием или же даже есть еще помню сыроедческий такой вариант тоже кофе по моему заменитель шоколада тоже можно использовать здравия валерия хотелось бы у вас спросить как бороться конкретно с прыщами у меня это насущная проблема именно вот хочу направить какое-то лечение на прыщи потому что они у меня не проходят и стоит ли обращаться к врачам спасибо смотрите здесь очень важно понять что это за прыщи с чем они связаны скорее всего это какой-то кишечный дисбаланс я могу сразу на вскидку сказать какие продукты могут провоцировать прыщи от каких продуктов стоит избавиться именно внутренних а потом как решить эту проблему внешне вам нужно избавить от молочных продуктов от жира жир хотя бы сократить процентов 80 молочку полностью сократить можете оставить тоже процентов 20 вы просто увидите положительную и сможете уже на воле отказаться полностью и исключить именно сахар сахарозаменитель можно мед можно сахар именно сахар обычный сахар нельзя то есть вот эти три продукта если вы еще любите по шоколад и злоупотребляете то есть пьете не раз в неделю допустим а каждый день идите шоколад или кофе или через день тоже исключаем обязательно в общем по питанию это все а теперь как избавиться от внешних этих прыщей если это как сыпь угри просто берете на ватный спонжик любое эфирное масло и ватным спонжиком конкретно просто . . . . три дня помажете они сто процентов пройдут у вас даже если прыщ уже надулся его невозможно выдавить такое тоже бывает на подбородке был один эфирным маслом он сам стук то есть факту эфирное масло и вот это питание за месяц вы увидите колоссальные просто перемены и не думаю что это обращаться к врачам что они могут сделать они могут посоветовать вам какое-то дорогое средство гормоны но это только будет ухудшение ситуации со временем так что не стоит можно после этого интенсива после этого интенсива будет предложен какой-то оплатный курс или те знания которые мы получим на протяжении этих трех дней в принципе достаточно чтобы держать себя постоянно молодого возраста ну конечно этих знаний недостаточно потому что у меня есть еще три книги на эти темы там очень много если бы я могла вам дать знания которые которые нужно держать все время это наверное было бы беспрерывно каждый день интенсивно на протяжении трех недель потому что здесь же важно еще и не только рассказать а объяснить поэтому рецептов может быть много но этих знаний вам хватит для того чтобы выглядеть на десять лет младше при условии что вы будете выполнять хотя бы восемьдесят процентов из того что я сказал двадцать можете не выполнять но восемьдесят обязательно этих знаний в принципе будет достаточно но если вы захотите большего то конечно вы можете купить книгу пока что я ни про какие курсы не рассказывать честно говоря и не планирую никакие такие курсы поэтому ну вот кроме чистки разве что надо другой вообще проект и нет курсов пока не будет так что максимум что вы можете сделать это заказать книгу но о ней я расскажу завтра сейчас это просто информация просто для омоложения для того чтобы вы поняли попробовали мои методы я могу сказать так эти методы авторские вот скажите вы слышали у кого-то вот эти советы которые я вам давала сегодня я уверена что нет потому что эти методы если честно я просто не интересовалась никогда этими вещами вы привлекали меня другими моментами более философскими а на интенсив я уже говорила пришла больше из-за личного любопытства но мне было очень интересно сегодня вы меня неожиданно удивили и в дальнейшем я буду следить за этими темами тоже спасибо большое ну конечно да вот обычно говорят иди в косметологический кабинет делай процедуры вкалывай ботокс это действительно очень скучно я тоже такими темами не люблю заниматься а вот именно темами натуропатии именно оздоровление изнутри я эту тему обожаю потому что я знаю непослушки что такое у человека мало энергии он не может заниматься эзотерикой он не может заниматься философскими вопросами и у него даже ну не мысль это ум потому что есть какие-то насущные проблемы по телу у меня был такой период когда я себя плохо чувствовала и не могла даже медитировать я не чувствовала свой мир кабы торсионные поля у меня перестала работать кундалини и это было ужасно это было связано опять же таки с зашлоповкой организма поэтому я так много уделяю этому внимание вот так я вроде бы про все рассказала давайте еще вопросы тогда здравствуйте глаза очень плохое зрение как можно восстановить пушечки очень сильно влияет на красоту не в лучшую сторону есть такие интересные у профессора скулачева посмотрите в интернете капли профессора скулачева вот они я знаю очень помогают а еще я порекомендовала вам делать сама настойку из полыни посмотрите берете ложку полыни обычную чайную ложку завариваете просто стакан воды кипятком потом процеживаете наливаете в баночку ну вот даже такая баночка подойдет у меня бустер закончился я сделала промывание для носа баночка должна быть обычная пипетка жидкость вот здесь у меня фурацелина немного кстати этот раствор бы тоже вам подошел здесь фурацелин и немножечко масло живицы все это убивает грибницу на повал у нас в глазах не грибы у нас портится зрение из-за маленьких таких паразитов типа амебок ну некоторых есть конечно глазные черви но это реже и кстати видно если подойти к зеркалу внимательно так сделать и посмотреть на белки будет видно как будто у вас под скажем так самой роговица или под сетчаткой глаза находится что-то если такое есть нужно идти к хирургу удалять вот если же просто портится зрение вот вы завариваете полынь процеживаете остужаете и просто закапываете среди дня в глаза вы заметите уже через месяц улучшению моей мамы такое периодически раньше случалось что она даже купила себе очки и ходила по дому но я ей дала вот эти рецепты рецепт с фурацелином это одна таблетка фурацелина на 200 грамм воды вы размешиваете и просто заливаете и закапываете просто чистый фурацелин в глаза можно в нос тоже вы заметите что у вас зрение улучшится я рекомендую пробовать смотреть летающие мандалы летающие мандалы или летающие фракталы я не знаю смогу ли я сейчас найти есть такие скажем так ролики в ю тубе где вам нужно внимательно сидеть перед экраном и внимательно смотреть за летающими вот этими фракталами и разглядывать это очень помогает зрению сейчас я постараюсь найти если смогу как это выглядит просто потому что вы можете ошибиться а мне бы не хотелось чтобы вы ошиблись потому что есть разные видео про фракталы вот типа такие просто они рассказывают об этом это не то здесь нужен именно полет фракталов именно полет посмотрим может вот это да вот смотрите вот такие полеты фракталов вы должны смотреть на большом экране открываете и внимательно наблюдается если есть стерео очки можно выбрать 3d эффект а также помогает вот эти картинки знаете на рисунке пытаешься убедить что там за число или что там за картинка стерео картинки тоже тренирует очень хорошо и зрение и третий глаз вот такие три методы закапывания стерео картинки и просматривание скажем так летающих фракталов за месяц вы увидите положительную динамику я уверен нервники испачкаешься с подушкой аж были как буду есть а валерия подскажите как бороться с обезвоживанием кожи если не сухая а именно обезвоженная смотрите надо пить побольше воды конечно у всех разные потребности но вот мне надо где-то полтора воды и очень важно еще какая это вода желательно все таки чтобы это была какая-нибудь вода живая как сделать живую воду это в принципе очень просто вы набираете кушин воды режете туда несколько долек либо лимона либо огурца либо апельсина настаивайте больше двух часов вот у вас уже живая вода но сам полезная вода это конечно не для ленивых вы набираете несколько бутылок воды в холодильник ставите в морозилку когда она застывает вы потом достаете оно оттаивает это получается натуральная клеточная вода также очень рекомендую 10 вот недавно рассказывала вам снимала видео про это обычная дистиллированная вода попробуйте попить месяц хотя бы полтора два литра в день но вы должны пить воду не так что вы запиваете еду нет это чистая вода вне приемов тучи у вас кожа станет лучше это точно но конечно ее нужно еще питать снаружи здесь я бы посоветовала кастеровое масло оно очень хорошо борется с обезвоживанием вот буквально две капли на ладони стираете вот так и потом просто умываетесь просто умываетесь и на шею тоже 2-3 капли как бы вы умываете шею и так по любому по любой части тела руки ноги где у вас сухость вот кастеровое масло и клеточная вода я перепрошу подскажите будь ласка стосовно пантенолу значит выкористовывать его для заложения рук шеи обличия насколько это эффективно вот ваша думка да вы знаете это эффективно я это знаю уже давно об этом слышала и многие используют такое средство я считаю что это очень хорошее средство оно очень помогает и рекомендую его использовать я довольна кстати еще есть одно средство тоже из этого разряда обычная мазь армики она стоит вообще копейки вы просто берете тоже так размазываете по рукам и как бы умываете захватывая и глаза шею вообще все и уши кстати очень полезно чтобы омолаживаться здесь у нас очень много точек и нужно сделать следующее либо масса армика либо пантенол либо даже эфирное масло наносите две капли размассажируйте по рукам чтобы оно разлетелось и дальше вот так уши и вот так вот сто раз вверх можно 50 раз вот так и вот так вот сто раз хотя бы раз в день вы заметите как у вас начнет детоксицироваться тело это очень полезно так что пантенол да Валерия можно пожалуйста задать вам вопрос я у вас спросить потому что только вы можете дать на это ответ и только вы можете мне с этим помочь если есть проблема с кишечником она возникла что пристальтика она как будто бы в какой-то момент перестала работать и непонятно почему из-за чего и все что говорят врачи что какое-то не такое питание я была на веганстве несколько месяцев потом по советам врачей я перешла на китрианца то есть там всякие йогурты но это было на самом деле ужасно то есть в итоге стало только хуже это понятно я от этого отказалась у меня сразу кожа стала лучше и как вот можно с этим справиться точнее с чем вот может быть возможная проблема и может быть какой-то рецепт либо лекарство там по типу того же чихобедия принять а скажите вы когда-то проходили вообще кишечные чистки или может дома проходили какие-то чистки с вами я пила полынь но за два месяца до того как у меня произошла эта проблема я ее перестала пить потому что все родственники были категорически против как бы это все вот да это конечно очень печально но все возможно поправить а вы сдавали анализ да анализы все отличные но вот крайне анализы получается в крови у меня лимфоциты повышенные стали но это я думаю из-за того что организм реагирует на молочную продукцию вот вот это главная главная причина возможно то что у вас довольно много стало паразитов их настолько стало много каких-то определенных штаммов это повлияло на вашу честно скажу это тоже довольно паразитарный орган но тем не менее это как часть нашего биоаватара часть механизма и на принципе вроде как по официальной медицине должна работать а какие вы ощущаете симптомы того что у вас плохо работает пристателька что конкретно вас беспокоит с чем вы обратились в больницу больницу я обратилась тем что я вообще как бы на веганстве пришла к тому что мне не хотелось кушать и я как бы не ел я могла поесть совсем немного овощей каких-то и мне было этого достаточно и вот у меня так произошло что у меня не было никакого желания пойти очистить кишечник на протяжении долгого времени я упала в омрек и меня как бы направили в больницу с этим делом смотрите те кто переходит на веганство им очень важно делать чистку вот я недавно даже общалась с фруктоедом с антелозеровым и он тоже рассказывал что он никого не берет даже на фрукторианство пока человек не пройдет чистку также работают все вообще вот на прокаты которые собственно говоря занимаются чистками и мы тоже также работаем смотрите вы совершили огромную ошибку в том что вы перешли на такой ну резко на такой тип питания от понимаясь мясоедение сразу на веганство это очень большой стресс для организма даже стресс для вегетарианства и я поэтому часто рассказываю что нужно через полтора года переходить на другое питание полгода вы отказываетесь от грубого мяса еще за полгода вы отказываетесь от курицы еще за полгода вы откажетесь от рыбы и еще за полгода вы отказываетесь от яиц и от молочки то есть по ступенчато можно сразу отказаться от мяса и еще через полгода там от молочки и от яиц но так чтобы сразу на веганство это у вас получается остались старые паразиты которые питались тем мясом которое вы потребляли вы их не вывели вы стали питаться крупными паразитам это не подходит они ушли вглубь тела и начали высасывать с вас питательные вещества потому что вы для них тоже как мясо соответственно сейчас я рекомендую вам либо к нам обратиться либо обратиться к любому другому человеку можете к джону коннору обратиться он этим занимается правда там он использует грибы мы такие небольшие небольшие противники этого но не суть важно можете к днису белозерова обратиться можете к нам обращаться скажем так любым людям но вы должны сделать чистку и с вашей проблемой уже сейчас лучше это делать профессионалом а не просто дома потому что вы уже заплатили ситуацию но хочу сказать что все поправимо вы сможете две-три недели уже ощутить весомые результаты и чистки я практически уверена на 80 процентов что ваша представителька заработает просто конечно нужно делать периодически еще чистки решительство вернуться на вегетанство или веганство нужно будет в течение года делать периодически чистки чтобы окончательно вычищать вот эту мясную микрофлору которую вы наращивали годами и конечно она не вышла и начала вот свои процессы я уверена что это все с этим связано вы также можете знаете что вы можете если хотите связаться в нашей группе с нами еще задать какие-то вопросы в нашей группе почистка мы недавно за задали просто чтобы слишком много времени не занимать так все таки это по лицу обратиться комплекс благодарю вас правда вы мне очень помогли спасибо Валерия пожалуйста подскажите мне я очень люблю острую пищу но мне говорят не говорят что это может отрицательно повлиять на мою кожу лица и на пищеварение наоборот наоборот не кушать этих людей не слушать и наоборот острое чистит кожу улучшает огонь пищеварения я например каждый день пью с утра таблетку красного перца у меня целая капсула каенского перца натощак у меня сразу же разгорается метаболизм сразу же приток крови к мозгу всему телу очень классно тоже для этих целей пить янтарную кислоту и никотиновую кислоту это тоже омолаживает очень сильно в общем я бы вам порекомендовала есть острое и не слушать этих людей я ела острое даже когда меня заразили гепатитом я в детстве лежала в больнице мне прописали диету острого на всю жизнь я сказала сразу идите к чертовой бабушке и продолжала есть острое у меня сейчас ни гепатита ни гастрита вообще ничего нет я ем острое в больших количествах и всем советую если лицо протирать каждый день может ли это привести к упирозу каждый день может ли привести к упирозу просто слышала ранее от косметологов что вроде как это может привести к упирозу и Вы знаете, я думаю, что нет. Во-первых, если вы чуть-чуть протерли лицо льдом, натирали его целых, не знаю, 10 минут, то это только фоктонизация. Это все равно, что под холодным душем мыться, то же самое. Если у вас, конечно, уже есть купероз, какие-то венки на лице, просто поаккуратнее обходите эти места. Но я считаю, что это излишне. Я считаю, что из-за льда пока ничего, слава богу, в порядке, ничего нету такого. Но если я буду каждый день протирать, обычно я утром протирала два любых льда. И как бы было все в порядке, но пакетологи говорят, что этого делать нельзя, и каждый день нельзя протирать лицо льдом. Мне это говорят, чтобы вы чаще к ним обращались, потому что лед, он очень хорошо омолаживает лицо. Если у вас лицо будет более молодое, вы не так часто будете к ним приходить. Вот и все. Они заботятся исключительно о своем бизнесе. Благодарю вас за ответ. Валерия, можно задать вам вопрос? Валерия, здравствуйте. У меня к вам два вопроса. Подскажите, будь ласка, вашу думку щодо микротоків. Например, такой аппарат, как Барсомаун. Валерия, посоветуйте, пожалуйста, можно ли пить газированную воду? Полезно ли это? Сейчас, секундочку, я буду микротоки, 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 микротоки очень классно. Я хочу сказать, что ты перебывала про микротоки и також, яка часть. Это просто какой-то за микротоки. Я за микротоки, да. Мне нравятся любые аппаратные массажи, микротоки, грансинбаль, это все. Я из Крыма, но давно там не живет, сейчас живет в Мексике с мужем. По миру путешествий. Где-то. Да. Я вижу, что там какой-то микрофон не отключен. Так, еще хотели спросить. Хотели спросить. Валерия, здравствуйте еще раз. Можно ли пить газированную воду? Полезно ли это? Ну, есть разная медь, поэтому полезно, потому что паразиты, паразиты, они в нашем море. Вас не слышно, Валерия. Не слышно, да? Не слышно, да? Да, не слышно. Блин. Блин. Нет, сейчас вот хорошо. Хорошо, хорошо. С небольшим счастьем задать вам вопрос, я очень вами поздравляюсь. Для наращивания своих тел. Поэтому чем меньше в вашем организме воздух, тем лучше. Это мое мнение. Я считаю, что это не очень хорошо влияет на наш организм. Но если это только не боржомия, какая-то натуральная вода, натуральная, горная, да, можно. Но если это магазинные газы, я бы не советовала. А как вы относитесь к тейпам? Вот сейчас многие тейпируют лицо, очень интересно ваше мнение. Да, очень хорошо отношусь. Все-таки это также есть еще такая практика, как заклеивание рта ночью. Это очень важно, потому что очень многие люди открывают рот ночью и дышат ртом. Это очень сильно закисляет и старивает организм. Ну и, собственно говоря, многие люди сжимают челюсти. Вот у меня тоже есть такая проблема, я ношу капы, потом, ну, броксизм. Есть еще такая проблема, что люди ночью вот так вот морщатся. Я неоднократно просыпалась с такими морщинами. Поэтому тейпы очень хорошо помогают. И я считаю, что да, нужно их на ночь обязательно использовать. Смотрите, в принципе, та чакра, скажем так, как это называется, за промежуток которого отвечает та часть, которую вы хотите омолодить. Допустим, вы работаете с лицом, вам надо прорабатывать горловую чакру. Если с лицом, да, то это либо лоб, либо вот эта чакра. Если с шеей, то вот эта чакра. Если хотите омолодить грудь, то это анахата или тимус. То есть, фактически, та часть тела, которая требует омоложения, на ту чакру надо делать упор. Все, дуже дякую, вам обнимаю митно, вы супер. Чуть по-испански я ответила, дуже дякую, дорога. Выводил бородавку и с помощью чистотела у меня остался ожог. Ожог прошел, но осталось красное пятно, оно никуда не уходит. Возможно ли как-то его убрать? Спасибо. Вы знаете, я думаю, что со временем оно, конечно же, пройдет, но можно сделать, скажем так, татуаж. Просто вы приходите к любому тату-мастеру, он подбирает вам под цвет кожи наполнитель и забивает просто как татуировка, и у вас пропадает это пятно. Но это как такое, знаете, косметический вариант решения. Валерия, здравствуйте. Можно задать вам вопрос по поводу маринги? Я сегодня выпила марингу утром, и после нее у меня прям такое состояние было, честно сказать, не очень хорошее. Упадок сил был и низкое будет давление. Это что, значит, маринга мне не подходит или это естественная реакция на марингу? Вообще, вы знаете, нет, это неестественно, у всех разные реакции. Меня, например, часто подташнивает от маринги. Это значит, что вам нужно снижать дозировку в два, а то и в три раза. И по нарастающей, смотря на свое состояние, возможно увеличивать. А может, вам и не надо слишком много. В любом случае, это какая-то паразитарная реакция наверняка, потому что они умеют влиять на давление и так далее. Вам нужно просто снизить дозировку до минимума, когда вы будете чувствовать себя хорошо. Благодарю. Что ж, дорогие, давайте еще пару вопросов, и будем постепенно заканчивать. Балерия, можно еще вопрос? Скажите, пожалуйста, настойка из жгун-корня является полезным продуктом? Не растет, а какого корня? Жгун-корень. Я вот пью уже полторы недели. Вроде бы у меня уходит сыпь на лице. Вот и завантливый вопрос. Ну а почему нет? Можно ли это? В принципе, все настойки очень эффективны. Особенность, поэтому я считаю, что можно продолжать ее пить. Особенность, если вы видите результат. Почему бы и нет? Я никогда не настойку не пробовала, но чисто интуитивно, если сшать информацию. Вас не слышно, Валерия. Валерия, вас не слышно. Так, сейчас. Валерия, вы пропадаете. Дарья, выключите микрофон. А сейчас слышно? Валерия, все слышно прекрасно. Супер. Да, я считаю, что настойку можно использовать. Еще, кстати, хотела вам рассказать про две вот их настойки. Это настойка пиона и боярошника. Берете стакан 100 грамм воды, наливаете. 15 грамм настойки боярошника, 15 грамм настойки, как я говорила, боярошника. И выкатилась с головой. Почему-то я все время это стакан и забываю. Ну, в общем, потом пересмотрим в эфире. Боярошник и пион, да, боярошник и пион. Это очень классный энергетик. Это энерготон очень мощный. Поэтому, если вы не пьете кофе, вы боитесь пиона, кофеина и прочее, попробуйте боярошник плюс пион. Уверяю вас, вам понравится. Ну, это также для омоложения, хорошо, для кожи лица. Валерия, а можете поискать по поводу эфирных масел? Какие вот стоит брать против паразитов? Эвкалипт, одно из лучших масел. И гвоздика. Очень рекомендую еще мяту. Это можно пить внутрь, на один стакан, 2-3 капли. И, конечно же, в клизмы. В клизмы можно столько же, можно больше. Все, что вы наливаете в клизмы, уберете просто на язык, пробуете. Если нормально, значит, можно. У нас там одинаково и везде слизистые. Что ж, дорогие, буду постепенно прощаться. Если что, еще отвечу на ваши вопросы в чате, задавайте. И завтра у нас с вами в это же самое время будет эфир в пустотной фигуре. Мы будем вместе делать с вами массаж. Я напишу, что вы должны будете с собой взять, чтобы вам было комфортно. Хорошего вам дня. Всего доброго. Удачи. До свидания. Благодарю за эфир. Спасибо за эфир.